Следующее, аль-мази. Аль-мази, мы уже упоминали на одном из уроков, так? Это липкая прозрачная жидкость, которая выходит из полового органа во время возбуждения. И человек может не заметить ее выход. Так вот, мази является наджисом. Мази является наджисом. Почему? Потому что относительно этого пришли достоверные хадисы. Как, например, хадис Алирна Ави Талиба, так? И в Сахейн, в Бухарии, в мусульме. О том, что он сказал. И сказал. Я был человеком, у которого много выходило мази, то есть часто выходило мази. И я, говорит, что стеснялся спросить об этом пророка, в одном из ребятов приходит Лимакани внатеги, потому что его дочь была моей женой, так или нет? И сказал Фаамартуль Мигдадамнан Асвад, и попросил Мигдадамнан Асвада спросить об этом посланник Аллаху, и пророк сказал, Он сказал, помой свой половой орган и возьми заново вуду. То есть это говорит о том, что мази является начисом, и после этого нужно взять вуду, то есть портит вуду. Ясно ли мне? Ничем об этом? Я тоже об этом не встречал никогда, хеляфа, относительно мази, я лично не встречал в этом, хеляфа не пришел. Здесь также можете записать относительно мази, что приходит от Ибн Аббаса, Мусаннаф Абдур-Раза, под номером 610. Аль-Амру бигаслихи, то есть приказ, мыть половой орган от мази. Кала, Ибн Аббас сказал, аль-мани минху гусль, что касается спермы, то от него необходимо взять гусль. Валь-вади, валь-мази, а что касается вади и мази, что такое вади? Вади это желтая жидкость, которая выходит после мочи из кускани. Валь-мази, и мази говорит, яхсель хашафатагу ваяталабба. Должен помыть, говорит, головку полового органа, так, и взять вуду после этого. То есть от вади и от мази. Ясно или нет? Это приходит от Ибн Абдаса, Мусаннаф Абдур-Раза. Как же присутствует? То есть Ибн Абдас сказал, аль-мани минху гусль, то есть от спермы необходимо взять гусль. Валь-вади, валь-мази, яхсель хашафатагу ваяталабба. А что касается вади и мази, то говорит, необходимо помыть хашафа. Хашафа, это головка полового органа, ваяталабба. И после этого взять вуду. Также приходит от Умара ибн Хаттаба. От Умара ибн Хаттаба у Абдур-Раза под номером 605. И у Ибн Абдур-Мулзера под номером 691. Говорит, ляхсель хашафатагу ваяталабба. То есть Умар также сказал, как пророк саралабба. Так, пусть помоет свой половый орган и возьмет вуду. Так, то есть мы сейчас уже разбираем не только мази и нажис или не нажис, а разбираем также, как удалять эту нажис. Потому что глава наша какая? Виды нажисатов и как их удалять, так или нет? То есть смотрите, относительно мази пришло то, что человек должен помыть половый орган после мази. Ясно или нет? Что касается реваята, который пришел от пророка саралабба, так же в хадисе Али, то есть возьми вуду, и побрызгай на свой половой орган, так? Фарджи это употребляется на нескольких значениях. Можно перевести как половой орган, так? То, что пророк саралабба сказал, тамбаху, то есть побрызгай на это, побрызгай. То есть здесь получается внешнее противоречие между реваятами, так или нет? В одном из реваятов пророк саралабба сказал, помой свой половой орган. А в других реваятах, как это от Али ибн Абиталиба и Хадисы Сагали ибн Ханаифа, так? Сагали ибн Ханаифа сказал, побрызгай. В одном месте сказал, помой, в другом месте сказал, побрызгай. И правильным является объединение по хадисов как? То, что необходимо мыть половой орган, а побрызгай имеется ввиду побрызгай на нижнее белье. То есть оттягиваешь нижнее белье и брызгаешь внутрь, чтобы у тебя не возникло хлад. Почему? Потому что если затем ты заметишь на нижнем белье какие-то следы воды, так? То если бы ты не побрызгал, у тебя возникло хлад. Что это за следы воды, так? Что-то может быть мази и так далее. А если ты побрызгал, ты скажешь, это та вода, которую я побрызгал. И в этой одежде сможешь читать намаз. То есть это делается для того, чтобы убрать от тебя хлад. Соответственно, если у человека вышел мазей, необходимо помыть головой орган и побрызгнуть на одежду. То есть, имеется в виду на нижнее белье. Понятно ли нет? И можно побрызгать только на одежде, на этом ограничиться, но лучше помыть одежду. Если возможность есть, и это не тяжело, то помыть одежду лучше, но ограничиться брызганием тоже достаточно. Ясно ли нет? Теперь следующее, что шестой вид, альвади. Альвади, та же желтая жидкость, которая выходит после мочи испускания. Является наджисом, насчет ижма не знаю. То есть, является нечистотой. Хиляфа тоже я лично не встречал. Необходимо удостовериться, посмотреть еще.